Для мусульман священный месяц Рамадан подошел к концу. Строгий 30-дневный пост завершается праздником Ураза-Байрам. Согласно преданиям, его установил сам пророк Мухаммед в 624 году. Мусульмане верят, период воздержания укрепляет не только тело, но и дух. Мы верим в свою радостью приход окончания месяца поста. Надеемся, что это еще крепче объединит наши народы. Мы хотим, чтобы в стране, чтобы в мире был мир, и чтобы люди были ближе к Богу. Ураза-Байрам отмечают три дня. Верующие совершают коллективные намазы, ездят на кладбище и ходят в гости. У взрослых остается не так много времени, чтобы провести его с детьми. Поэтому для них на территории соборной мечети приготовили культурную программу. Мы хотим, чтобы наши дети знали как российские, так и наши мусульманские праздники. И также радостно встречали, да, и получали за это какие-то подарки, да, приятные вещи, чтобы у них были хорошие ассоциации. Здесь занятия на любой вкус и цвет. Можно принять участие в творческих мастер-классах, покататься на каруселях, попрыгать на батутах и пообщаться с ростовыми куклами. А теперь представьте, что вы не мальчишки и девчонки, а вы котята. Как поют котята? Три-четыре? Мяу-мяу-мяу-мяу. Там не котенок, там бешеный кот просто. Как известно, на свежем воздухе приходит аппетит. В казане уже томится плов. Здесь целых 200 литров, рассказывает повар о вас. Он отвечает за то, чтобы гости были сыты и довольны. На нем никаких секретов нет. Просто для начала сказать бисьмила. Вот у нас вот это слово. И в вторую очередь, чтобы чистота была. Сначала жарить мясо, потом лук по этапу, морковь, водичку, потом налить, чтобы бульон немножко скипел. А потом уже через 30 минут можно рыс запускать. Так. Держать 30 минут в огне и под крышкой она держит. Вот, будет готово. Без сладостей на праздники не обойтись. Принято готовить печенье, хворост и пироги с сезонными ягодами. Однако среди этого многообразия есть два фаворита. На десерты обычно мы готовим баусак, чак-чак, потому что это такой праздник немного нужно сделать для детей, для близких. Заранее приготовили, гости пришли, у нас все время свежие сладости есть. Мусульмане стараются отметить праздник в окружении самых близких. Они свято верят, чем радостнее проведешь ураза Байрам, тем счастливее будет будущий год. Ксения Баканова, Григорий Плешаков, События.